Ла-ла-ла-ла Hey, everyone! Всем привет! Всем привет! Привет-тище, привет! Я к вам сегодня с новой книгой. Я ненадолго, у меня в 2 часа дня по Москве. Это, конечно, великий слет команды. Мы всегда, несмотря на то, что мы вообще по всей России находимся, но собираемся мы каждую неделю. Вот поэтому ваш сегодня тренер Луковка пришла в эфир ненадолго. Вот. Я только вернулась из Самары. Самара, если вы смотрите, у вас чудесный город, очень спокойный. Вот. Я ненадолго в Москве. Совсем скоро снова улечу на океан. Так что будем оттуда с вами эфириться. Там разница, другое полушарие. Разница во времени будет ощутимая. Но будем стараться также с вами по времени совпадать. Вот. Я сегодня на таком, на домашнем. Ну, условно на домашнем, конечно. Вот. Кстати, лайфхак. Это, кстати, грызет. Это не я. Меня все спрашивают, что за звуки всегда на фоне. Это не я. Это моя собака. Она, конечно же, ей нужно поесть именно в прямом эфире. Вот. Кстати, лайфхак. Обязательно пробуйте дома выглядеть наряднее, ну, как бы приятнее, даже, чем на улице. Ну, или как минимум так же. Это такой психологический лайфхак, да, в принципе, как вот на качественную свою жизнь сделать, чтобы не было разницы, типа, домашняя одежда, уличная одежда. Потому что, ну, давайте договоримся, ну, согласимся, что большинство из нас на улице в грязи не валяются, и дома тоже у многих чистого. Поэтому вот эта вот разница, это российский такой менталитет домашнего, а больше западная история, то, что мне как-то привычнее, да, это не разделять особо на домашнюю, не домашнюю. Так что не надо. У всех, у всех собаки, дети, еда и так далее. Я к вам сегодня пришла с новым учебником, вот таким вот. Я сейчас про него подробно расскажу, что это за учебник. Учебник, и, ну, я слово бы учебник, конечно, бы не очень охотно использовала, я бы сказала слово книга, вот, но так или иначе, ну, будем условно считать, что это учебник, да. Почему я не люблю учебники, я рассказывала в предыдущих эфирах. Обязательно сходите. Кстати, я делала в последнем посте фразу про hands down, your hands down, my favorite person, и это как бы, вот когда руки вверх, да, типа, вот ты, вот просто уже, ну, все, сдаюсь, реально, мой любимый человек, то есть вот уже руки, просто опускаю руки, уже все, признаю. Вот такая вот эта фраза. Фраза, зачем я ее дала, чтобы вы понимали, что не у всего будет какой-то дословный перевод в английском, это нормально, у него не должно быть у всего дословного перевода, потому что это другой язык, потому что, ну, у англоязычного в голове не звучит русский перевод, и когда вам что-то нелогично, англоязычный, ну, он же не думает, ой, там где-то живут россияне, им будет непонятно, что я этой фразой хочу сказать, ему все равно, где там кто живет, и что он там себе думает, ну, и жабака пришла, а тут собачка пришла, вот, поэтому имейте это в виду, очень важно понимать и принимать дословные смыслы, вот насколько они вам логичными или нелогичными кажутся, так, сейчас я вас перестану тут немножечко, вот, такое тоже бывает, так, у меня тут огурцы на фоне, иди, 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 простите, вот так вот, мы еще бочку пришли, вот, значит, что я хочу сказать про эту книгу, значит, во-первых, эта книга поможет тем, кто застрял на уровне всяких интермедиаты, а проинтермедиаты, приинтермедиаты и не знаете куда дальше, это, во-первых, дальше повышаются словарные запасы, просто, ну, вы помните о том, что если у вас в русском языке бедная речь, то выше какого-нибудь интермедиата или преинтермедиата в английском вы не подниметесь, это очень, ну, это первое, что меня спрашивают, у меня уровень интермедиат и он не растет, нет, чаще спрашивают, приинтермедиат и он не растет, что мне делать, я говорю, ну, ты по-русски на своем родном языке разговариваешь очень примитивно, с чего бы у тебя вырасти английскому, то есть ты даже, ну, тебе переводить нечего в голове, то есть у тебя нет мыслей, которые, которые можно было бы перевести, да, чтобы сказать это на английском, чем отличается интермедиат там от преинтермедиата, от адванса, например, да, количеством лексики, потому что вы уже, по идее, всю грамматику к этому моменту должны знать, вот и все, то есть это количеством лексики, которые вы знаете, поэтому первое, что вам нужно развивать, чтобы вырасти в уровне, это свой родной язык, книжки читать, использовать эти слова в своей речи, реально гуглить незнакомые слова, развиваться, развиваться, вот по-другому никак, потому что если у вас в русском языке уровень преинтермедиат, то вы в английском не станете продвинутым, ну, вообще никак, это очень важно, вот эта вот книга, она создана, во-первых, да, по ней улучшают свой английский носители, почему? Потому что вот как есть Элочка-людоедка, которая знала 30 слов, и как среди вас есть люди, которые не знают очень многих слов, да, я тут недавно сидела с одной своей знакомой, и у меня очень богатый словарный запас на русском языке, я прочитала огромное количество, короче, для меня это боль была когда-то, я зарубилась, большое количество слов освоила, это факт, я их использую, 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 я много их писала, и в принципе я пишу, в общем, использую, разговариваю ими тоже. И вот недавно моя одна знакомая, после того, как я там час ей что-то втирала, она сказала, я ни хрена сейчас не поняла, вот, не потому что я говорила какими-то терминами про физику, а просто, когда ты начинаешь углубляться в русский язык, у тебя возникает привычка строить более сложные предложения, да, там нагроможденные, наречи куча, ну, в общем, начинается какое-то огромное количество смыслов, в общем, там, вот вся вот эта вот история, и в этом человек, который не владеет большим количеством лексика, он начнет путаться, это факт, вот, поэтому, вот, пожалуйста, русская девушка сказала, я ни черта не поняла, что ты, о чем ты говорила, то есть, я понимала какие-то отдельные слова, но что именно, вот смысл всего этого, говорит, я ничего не поняла, потому что мы с ней выясняли отношения, и она говорит, ну, просто, чтобы ты понимала, чтобы потом не было такого, что, типа, я же тебе это говорила, я ни хрена не поняла, вот, она нормально разговаривает на русском, то есть, вы можете быть носителем чего угодно, это не делает вас идеальным знанием, с идеальным знанием русского, я вот с этим упорно борюсь, я пытаюсь объяснить, что вот то, что носитель человек, это не, ну, не отражается на качестве языка, не отражается вообще, это отражается только на степени восприятия языка как родного, вы носители русского языка, так откуда у вас двойки, тройки у некоторых по русскому, если вы носители, вы же должны классно знать русский, вот то же самое с английским, то есть, это вообще в любом языке так будет, вот, это в тему о завышенных каких-то требованиях, вот, поэтому существует книжечка, да, 1100 слов, это такая программа, программа-стратегия, как за, по-моему, 45 недель, сейчас я вам уточню, сейчас скажу, за сколько недель, так, 46, наверное, недель, review, 46, yes, 46 weeks, за 46 недель, как освоить на тысячу слов больше, всего лишь на тысячу слов больше за 46 недель, понимаете, то есть, за год практически за тысячу слов больше освоить, а многие из вас хотят по 10 слов в день запоминать, вот, так что, ну, еще раз, это для тех, кто растет в уровне, и вы сейчас, я сейчас вам покажу, это, наверное, не, это не интересно будет начинающим, но для общего развития реально оставайтесь, смотрите, потому что очень интересная система, эта книга реально для носителей, тут нет, чем отличается учебник для носителей от учебника для неносителей, учебник для неносителей написан примитивным, дегенеративным языком, ну, откройте любой учебник, хедвей, я не знаю, ну, любой учебник, который вам давали в школе или на курсах, он написан для неносителя, то есть, человек такой, автор, человек не знает английского, поэтому я напишу примитивное задание, примитивным языком само задание дам а возьмите свой учебник например русского языка который написан для вашего ну вот для носителей русского языка там учебник розенталь розенталь не выбирал фраз он писал как есть раздавал задание сложный ну в общем обычный русский язык вот обычный английский язык никто не старался сделать так чтобы вам было понятнее итак смотрим я сейчас переключу камеру и мы с вами будем смотреть делайте скриншоты сразу готовьте сейчас сейчас я распутана батарейка лежит телефон вот так что готовьте сделать скриншоты они понадобятся скорее всего поехали сюда так во первых конечно же я покажу гапу не могу я гапу не показать гапуш привет скажи привет будет собака да да чешут собаку чешут да 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 обнимает собаку чешут собаку чешут обнимает вытикай тикай тик я пуш все так поехали значит сразу где вот делайте скриншот пожалуйста делайте скриншот отлично значит издание это беринс очень известный издательский дом очень большая известность у них именно по книгам качественного английского я называю такого качественного таким термином книги для носителей которые созданы чтобы речь носителя сделать лучше это очень важно значит у меня какое-то старое издание это четвертый выпуск я вообще мне вообще все равно но просто есть такой экзамен сайте да например в школах там как типа егэ сдают в россии вот есть сайте его можно улучшить ну и так далее это для носителей вот по каким книгам надо учиться а вот моя собака вот то есть не по всяким вот этим хэдвэем по и раундапом все в помойку вот это надо понимать значит как это устроено 1100 слов разделены по разделам значит мы инвест сифтимет до вложите 15 минут в день до на в течение 46 недель значит вот смотрите как это сделано первая неделя первый день все разделено вот так вот четвертая неделя второй день 4 неделя первый день 5 неделя третий день все разделено под неделем и по дням все удобно все понятно вот вы открываете например ну давайте первая неделя первая неделя четвертый день давайте посмотрим как устроен первая неделя первый день первая неделя первый день значит дается какие-то слова даются значит я не использую вот вот это слово я не использую ну как бы вот я его не я его слышу знаю может быть я его кстати произношу неправильно без понять никогда его не использовала я не гуру ну в всех слов на свете для меня такая книга она была бы условно тоже полезно просто у меня такой потребности нет еще раз да я говорю у так для тех у кого потребность есть значит reading wisely дается какая-то часть с этими словами до часть текста то есть как бы контекст это текст которым использованы эти слова затем даны очень простые предложения да вот очень простые на основании которых то есть задача ваша как вот представьте здесь написаны какие-то слова на русском языке то есть как их понять смысл из контекста то есть вот они как-то употребляются и вы догадываетесь о смысле этих этих слов даны простые предложения в которых они используются да затем даны их определение но вы самостоятельно уже на основании того как вы сделали это упражнение ищите да и подбираете их значение и дается некоторое идиома ты хамбл пойти имею роподжайз необязательно кстати с ну дело не в новом слове да и она не отсюда она просто какое-то очень полезно твит хамбл пой вот типа локти кусать не условно я не знаю там все значения русских пословиц поговорок но мне кажется может там где-то подойдет вот затем наступает второй день первой недели видите такая же история первая неделя третий день такая же история потом потом вот вы делаете четвертый день затем ревью на пятый день первой недели наступает ревью все по всем словам которые вы прошлись вы делаете по ним повтор повторение это самое важное и все так устроены все-все-все вот пожалуйста sensible sentences from week one да то есть предложение word search то есть делается целый ревью и затем только начинается вторая неделя то есть закрепили и дальше пошли но поверьте если вы не будете использовать эти слова в своей речи если вы это своей речи использовать не будете вы это не запомните потому что это ненужная информация это ненужная информация практически всегда вот так что еще раз кому нужно только те повышаете свой вокабуляр если вам это не надо если у вас бедный русский язык вам не нужно повышать свой вокабуляр потому что ну в английском потому что вы даже не вспомните этих слов они у вас на родном языке в голове не крутится понимаете вот и все вот чем одно отличается от другого так я открою комментарии на всякий случай что мы можем если есть какие-то вопросы вот по этой системе тоже если ненадолго выскочила в эфир просто чтобы быстро вам показать как это работает чем это полезно вот и так далее если какие-то вопросы по всей этой истории могу ли я здесь еще что-то подсказать да по умолчанию считаем что мы все поздоровались можно не присылать руки ноги приветы смайлы и так далее я знаю что у меня все вежливые все поздоровались окей я так понимаю что никаких вопросов нет всем все понятно я в любом случае этот эфир сохраню кто не успел сделал скриншот обложки сходите в перес вы пересмотрите запись оттуда сделаете скриншот хотя может быть кстати и обзор в stories тоже какие лучше книги нет ребят давайте мы сейчас я хочу разделять эфиры не книги для начинающих лучше те которые вы любите на русском если это если кратко давайте по потому что я рассказала те кто смотрел потому что кто не смотрел ну пересмотрите в записи окей я так поняла что те кто смотрел вопросов нет я эфир как я сказала запись я сохраню зайдите посмотрите или пересмотрите вот потому что это действительно очень полезное в школах вам такое и репетиторы вам такое не дадут не дадут потому что они вас так не воспринимают репетиторы и курсы не воспринимают вас как людей знающими английский они вас воспринимают людей не знающие английский поэтому они будут давать вам примитивные какие-то текстики все будет неинтересно все будет дурацкая и вот такую книгу вам не покажет никто почему потому что они сами до нее не дойдут понимаете это еще раз, это вот то, что возьмет для себя носитель английского языка, ну, на нем даже написано, да, то есть там нету для for students, нету там таких слов вообще, это не для студентов. Хорошо, все, я тогда с вами прощаюсь, обязательно поизучайте, я знаю, что эта книга продается, вот, я просто, ну, у меня она, это канадская, у меня лично канадское издание, покупала я ее в Штатах, но 100% за 13 баксов, ну, это давно было, сейчас она, наверное, подороже стоит, вот, но 100% она есть где-нибудь там или отсканированная в хорошем качестве, или продается в хорошем качестве, или, короче, что-то еще есть в хорошем качестве, поэтому, ну, вот, как бы, ищите, найдите, она реально клевая, вот. Все, успешного вам дня, успешного вам прохождения, дорогие мои, этой книги, очень классная книга, очень, прям вот, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень, вот, я заканчиваю говорить слово вот, пойду. Всех обнимаю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok